Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Шрайбер, альтист Даниил Гришин, гитарист Дмитрий Илларионов. А в целом в этом году в концертах фестиваля примут участие 15 музыкантов из разных стран. Это музыканты из России, Бельгии, Норвегии, Германии, Австрии и Соединенных Штатов Америки. И, конечно же, постоянный участник фестиваля Владимирский губернаторский симфонический оркестр под управлением Артема Маркина. За три года, который проходил фестиваль во Владимирской области, музыканты посетили разные районы Владимирской области. Петушинский, Судогодский, Александровский, Ковровский, Камешковский, Собинский, Муромский. В этом году было избрано северо- и северо-западное направление Владимирской области. И концерты пройдут в очень интересных местах. Это усадьба Голицыных в селе Сима Юрьевпольского района. Это Боголюбовский луг с открытой площадкой знаменитого храма Покрована Норли. Это Юрьевпольский Кремль, Михайло-Аркангельский монастырь. А также открытая площадка у выдающегося памятника древнерусского зодчества, храма Бориса и Глеба в селе Кидыкша. Торжественное закрытие фестиваля пройдет на торговой площади города Суздаля. Ну а сейчас я хочу пригласить на эту сцену организаторов фестиваля. Это главный дирижер Владимирского губернаторского симфонического оркестра Артем Эдуардович Маркин. Это выдающийся велончелист, заслуженный артист России Борис Андрианов. Это заместитель губернатора Владимирской области Михаил Юрьевич Колков. АПЛОДИСМЕНТЫ Экспедиция это движение. Поэтому Борис Андрианов в данный момент находится на подходе. И приветствуя замечательных владимирских зрителей, хочется пожелать вам, дамы и господа, незабываемых минут общения с великой музыкой. Минут, которые подарят вам солисты музыкальной экспедиции и, конечно же, коллектив нашего губернаторского симфонического оркестра. Действительно, нас ждут многие необычные площадки. Мы не случайно 12 июня в День России решили провести концерт у храма Покрована на руле. И удивительно, что для коллектива музыкальной экспедиции встречи на концертах – это одновременно и открытие уникального культурно-исторического достояния нашей страны. И музыкальная экспедиция отличается удивительно творческой атмосферой. В ее ходе рождаются новые творческие проекты. И что чрезвычайно важно для нас, для Владимирской земли, когда музыкальная экспедиция приходит в тот или иной район, на новую площадку, независимо от того, происходит ли это в цеху завода, на берегу реки или на открытой сцене около храма, этот приход музыкальной экспедиции означает новые возможности для всей культуры. Так получилось, что музыканты-классики открывают для представителей других жанров новые возможности. Поэтому я искренне приветствую всех участников музыкальной экспедиции как представителей, быть может, самого творческого и проекта, обладающего максимальным мультипликативным эффектом. Потому что от деятельности пройдячих музыкантов 21 века огромная радость всем нам и огромная польза для культурного развития наших территорий. Пожелаем вдохновения музыкантам на концерте, пожелаем вам приятных незабываемых минут, и давайте еще раз аплодисментами поприветствуем прекрасных музыкантов из разных стран мира, которые приехали сегодня на Соборную площадь, уже традиционное место музыкальной экспедиции, для того, чтобы порадовать нас всех великими звуками музыки. И будем ждать всех, кто присоединится к нам во время нашего концерта. Уверен, он будет прирастать заинтересованными слушателями, как только первые чарующие звуки музыки разнесутся над Владимирскими просторами. Всем вдохновения, радости и всех с наступающим праздником, с Днем России! АПЛОДИСМЕНТЫ Всем добрый вечер! Я не буду долго говорить, потому что я не умею говорить так красиво, как Михаил Юрьевич. Я просто скажу, что у меня за полчаса до концерта родилась такая мысль, что я как в детстве ждал Нового года, так я жду сейчас. Нового года уже не жду, а музыкальную экспедицию жду с таким же трепетом, как ребенок ждет подарков под новогодней елкой. Это, правда, для нас для всех огромный, огромный праздник. И для музыкантов играть в таких местах. И я уверен, что для вас, для всех, слушать замечательную музыку на фоне природы. Это для любителей природы и родного края возможность послушать музыку, а для любителей музыки открыть для себя новые места. И я страшно благодарен всем тем, кто причастен к тому, что у нас состоится этот праздник уже в четвертый раз. И правительству области, и музыкантам, и всем тем людям, которые от большой до маленькой работают, потому что это огромный труд в течение года. Большого количества людей. Спасибо всем, а хочу поаплодировать всем, кто причастен к музыкальной экспедиции. Артем Иванович, детство, все. Дорогие друзья, я со своим косноязычьем ухожу. Вернусь через две минуты со своим инструментом. Музыкальная экспедиция открыта. Я не только так красиво не умею говорить, как Михаил Юрьевич, но даже так, как Боря. Поэтому еще короче скажу. Музыкальная экспедиция — это три компонента. И к каждому из них прилагается слово «новый». Это новые лица солистов, звезд классической музыки. Это новая музыка. В этой музыкальной экспедиции новой музыки очень много будет, в том числе музыки, написанной в 21 веке. Академической музыки. И это новые места, которые мы выбираем не просто так. Это новые места, у которых есть историческая нагруженность, у которых есть духовная нагруженность. Поэтому присоединяйтесь, узнавайте родной край. Все эти места, но и все можно назвать места силы. Например, 11 числа будет концерт в усадьбе Голицыных, в поселке Сима, в том самом месте, где от ран скончался князь Багратион после Бородинского сражения. И вот каждый из этих мест имеет очень серьезную для русского человека историческую и духовную нагрузку. Поэтому, милости просим, присоединяйтесь к нам. Итак, мы начинаем концерт-открытие фестиваля «Музыкальная экспедиция». И сегодня вас ждет необыкновенно красивая, многообразная и большая программа. Программу, которую составили классические произведения, написанные в 19, 20 и 21 веке. Но прежде чем я объявлю первый номер, я хочу назвать имена тех музыкантов, которые примут участие в концерте-открытии. И мы с вами вместе их поприветствуем. Итак, Леонард Шрайбер, Бельгия, Крипса. Даниил Дришин, Россия, Альт. Владимирский губернаторский симфонический оркестр с управлением Артема Маркина.